Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы коротко проинформируем вас о встрече и переговорах с президентом Соединенных Штатов. Встреча была по нашей оценке, по российской оценке, по-настоящему продуктивной и полезной. Как и на предыдущих переговорах в Любляне и в Генуе, это был прямой и доверительный разговор. Сегодня российско-американское сотрудничество уверенно идёт по нарастающей. Мы в полной мере учитываем в произошедшей мере глобальные изменения и последовательно укрепляем фундамент обновлённых отношений. В наступившем веке наш стратегический приоритет – это долгосрочное партнёрство. Партнёрство, которое основано на единых ценностях мировой цивилизации. Партнёрство, которое работает на общей цели глобального развития и прогресса. Именно в этом направлении мы и намерены двигаться дальше. На ноябрь текущего года запланированы наши полномасштабные переговоры в Соединённых Штатах. Мы детально обсудим российско-американские отношения и наиболее значимые вопросы мировой политики. Соответствующие поручения о подготовке встречи даны нашим соответствующим министерствам, ведомствам и экспертам. Последствия трагических событий 11 сентября – политические, экономические, психологические последствия – сегодня остро ощущаются во многих странах и практически на всех континентах. Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что беспрецедентный вызов терроризма требует объединённых усилий, требует объединения усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом. И на этот счёт мы подготовили и сделали совместное заявление. Мы обстоятельно проанализировали развитие российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности. Как вы помните, на встрече в Генуе была достигнута договорённость о совместной работе над взаимосвязанными вопросами стратегических наступательных и оборонительных вооружений. И по нашей оценке здесь есть продвижение вперёд. В первую очередь это касается СНВ. Мы подтвердили наше взаимное намерение к сокращению стратегических наступательных вооружений. Теперь задача заключается в том, чтобы выработать параметры этих сокращений, выработать надёжный и контролируемый способ снижения ядерных потенциалов России и Соединённых Штатов Америки. В вопросах противоракетной обороны мы также продвинулись несколько вперёд. Во всяком случае, я полагаю, у нас есть понимание того, что мы можем достичь договорённости с учётом национальных интересов России, Соединённых Штатов, с учётом необходимости укрепления международной стабильности в этой важнейшей сфере. В ходе встречи мы обменялись мнениями по острым региональным вопросам – Ирак, Ближний Восток, Балканы. Мы ещё намерены поговорить о развитии отношений Российской Федерации с НАТО. Особое значение мы придаём углублению делового сотрудничества России и Соединённых Штатов. В Любляне и Генуе мы договорились уделять этому направлению повышенное внимание, и эти договорённости работают. Существенно расширились российско-американские торгово-экономические и инвестиционные связи. В последние месяцы в Москву дважды приезжал министр торговли США Эванс. Мы принимали министра финансов Пола О'Нила и представителя США на торговых переговорах Роберта Зелик. Должен сказать, что мы почувствовали ясный сигнал со стороны президента Соединённых Штатов. Все наши партнёры проявили искреннее желание к развитию взаимоотношений. Активно продвигается российско-американский бизнес-диалог. Что особенно важно, к нему постепенно подключаются не только крупнейшие компании России и США, но также средние и малые предприятия. Мы договорились плотно поработать над планом конкретных мероприятий в сфере экономического взаимодействия. Более подробно будем обсуждать это в ноябре в Техасе. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Путиным за пять месяцев и после событий последних пяти недель мы можем сообщить о прогрессе, по направлению к решению этой задачи, этой цели. Позитивный побед. После 11 сентября, через несколько часов, позвонил президент Путин и выразил свою поддержку, сочувствие. И, кроме того, он сделал кое-что еще. Американские военные вооруженные силы приводятся в состояние боевой готовности. И он дал распоряжение России прекратить учения, которые имели место. И мы в Соединенных Штатах, безусловно, запомним это так. Дружба в час нужды. И в настоящее время создается широкая международная коалиция против терроризма. И Россия играет в этой коалиции полную и ответственную роль. Россия делится очень важной развед информацией о террористических организациях, разрешает пролеты на территории для гуманитарных миссий и помогает также в дипломатической области. Совершенно ясно, что президент Путин понимает масштаб террористической угрозы. И совершенно ясно, что действительно есть очень многое, что могут сделать Соединенные Штаты и Россия вместе, для того, чтобы добиться поражения терроризма. И те вызовы, и те цели, которые являются общими, позволяют нам заново рассмотреть, пересмотреть и улучшить наши отношения. Мы пытаемся уменьшить распространение и уменьшить угрозу арсеналов оружия, оставшихся от бывшего Советского Союза. Мы также пытаемся добиться прогресса для того, чтобы создать новые стратегические рамки. И сегодня мы обсудили значительно меньшие уровни арсеналов наступательного оружия в рамках, которые включают сокращение оборонительных систем, которые должны защитить от политического шантажа обе наши страны, от потенциальных террористических нападений. И наши страны должны иметь возможность защититься от новых угроз 21 века, включая баллистические ракеты дальнего радиуса действия. События 11 сентября совершенно ясно показывают, что договор ПОПРО во время Холодной войны, который не позволяет нам защищать наше население, устарел и стал даже опасным, по моему мнению, экономическое сотрудничество и прогресс будут важной частью наших новых отношений. И если будут нужные стимулы, если будет решимость добиться вероятенства закона, то мы не сомневаемся, что возникнет и будет процветать новый класс предпринимателей. И я уверен в том, что американские бизнесмены, американские инвесторы могут содействовать этой тенденции. И президент Путин и я, разумеется, хотят, чтобы это произошло. И наши новые отношения основаны на открытости. Я подчеркиваю, что Владимир Путин, что война с терроризмом не может быть войной с национальными меньшинствами. Нужно отличать террористов от тех, кто пытается действительно добиться национальных целей. И мы должны также работать вместе для того, чтобы содействовать свободным СМИ в России. И мы обменялись мнениями по этому вопросу. Мы оба видим большие возможности. Видим, что от трагедии и страдедии 11 сентября могут появиться какие-то хорошие результаты. Мы должны непременно содействовать новым конструктивным отношениям между нашими двумя великими державами. Господин Форни, ваш первый вопрос. Что касается войны в Афганистане, то кое-кто из лидеров говорил в Америке, что нужно поскорее закончить конфликт. И, господин Путин, согласны ли вы с президентом Гушленд, что после 11 сентября является опасным для мира и готовы ли вы к тому, чтобы изменить или отказаться от этого договора? Я думаю, что я в течение 3-4 часов слушал дискуссию о нашей кампании против терроризма. И вы знаете, есть очень большая поддержка, существует в нашей деятельности. Серьезная поддержка в смысле разведеятельности, в смысле других операций, в смысле того, чтобы мы прекратили потоки финансов для террористов. То есть есть серьезная поддержка для наших военных операций в Афганистане. И те люди, те, кто присутствуют на этой конференции, пришли сюда потому, что они хотели показать миру, что они не боятся террористов, что они не позволят террористам помешать этой важной встрече. И они не могут также помешать солидарности с Соединенными Штатами. Я очень ценю поддержку, и эта поддержка является реальной, она является устойчивой и серьезной. И народ Соединенных Штатов должен знать, что мы не одни, когда мы проводим эти операции, у нас имеется всеобщая поддержка во всем мире. Я бы два слова хотел сказать по первому вопросу все-таки. Во-первых, я полностью согласен с позицией президента Буша и считаю, что его действия были взвешенными и адекватными. Той угрозе, с которой столкнулись Соединенные Штаты. Это первое. Второе, и это очень важно знать всем, если мы начали борьбу с терроризмом, ее нужно доводить до конца. Иначе у террористов может сложиться впечатление, что они неуязвимы. И тогда их действия еще будут более опасными, более наглыми и приведут к еще худшим последствиям. Теперь, что касается договора по противоракетной обороне 1972 года. Наша позиция хорошо известна. Я могу ее только воспроизвести еще один раз. Мы считаем, что это важный элемент стабильности в мире. Но мы согласны всем, и об этом я тоже многократно говорил, что мы должны думать о будущем, должны смотреть в будущее и должны адекватно реагировать на возможные угрозы будущего. Мы готовы обсуждать это с нашими американскими партнерами, разумеется, в том случае, если нам будут предоставлены определенные параметры для этого обсуждения. Спасибо. У меня вопрос к американскому президенту. Вы в последнее время очень часто и много говорите о том, что российско-американские отношения приобрели новый стратегический характер. Владимира Путина вы даже называете своим другом. Не могли бы вы привести конкретные примеры этих изменений в политической, военной и особенно в экономической сфере? Спасибо. Ну, я думаю, что первым символом наших новых отношений это то, что он знает, что я не рассматриваю Россию как врага, что мы не являемся угрозой для России. И я знаю, что он не собирается угрожать Соединенным Штатам. То есть это совершенно другое отношение по сравнению с тем, что было в старое время. В старое время мы не доверяли друг другу. В старое время, в прошлые времена дискуссии между нами были не слишком откровенными и, наверное, скорее всего, были бюрократическими по природе. А сейчас у нас открытое откровенное отношение, потому что мы не являемся угрозой для России. Мы пытаемся сформировать альянсы, найти точки соприкосновения. Мы пытаемся вместе бороться с терроризмом. И президент Путин был первым, кто позвонил. Именно так поступают друзья. Когда у нас наступила тяжелая минута, он позвонил. И он понимает, что мы развиваем новые отношения. Потому что, опять-таки, в старые времена, если бы американские войска были приведены в состояние болевой готовности, то Россия не медленно-фильдировали бы. Так что у нас было бы две проблемы. То есть просто была бы военная конфронтация. А здесь, наоборот, первое, что он сделал, это он воздержался от каких-то действий. Так что Соединенные Штаты для того, чтобы Соединенные Штаты могли посвящать все внимание террористической угрозе. Для меня, я считаю, что это новое отношение, что это новая точка зрения. Это показывает, что он является человеком, который не боится Соединенных Штатов. То есть явно идет тече в изменении отношений. И мы можем работать вместе с ним в области новых стратегических рамок для того, чтобы содействовать потоку капитала между Соединенными Штатами и России. Потому что Россия обладает огромными природными ресурсами. И, кроме того, и другими ресурсами, человеческими ресурсами, мозгами. Потому что там, кроме того, очень много талантливых предпринимателей. И я уверен, что Соединенные Штаты и что наши предприниматели и российские предприниматели найдут возможность работать вместе. У нас много общего. Но что нас связывает сейчас, это наше общее желание бороться с терроризмом. И он понимает, что понимаю я, что новые войны 21 века, они будут связаны с тем, что придется бороться с людьми, у которых нет своей страны. Которые попытаются быть паразитами, которые попытаются каким-то образом присосаться к какой-то другой стране. Но это настоящая угроза для обоих наших правительств. И мы вместе будем работать, вместе будем бороться с терроризмом. И он активно участвует в коалиции. Я благодарен за его поддержку, за его совет. Эллен, я думаю, что это вы, поскольку вы собираетесь стать. Скажите, пожалуйста, вы сказали господину Путину, что вы начнете к концу года процесс выхода из договора Попро. И дали ли вы ему цифры по сокращению уровня ракет? Нет. Это ответ на второй вопрос. И позвольте мне немножко подробнее ответить. Я сказал господину Путину, что мы сейчас находимся в процессе анализа наших ядерных персоналов. И что я собираюсь выполнить обещание, сделанное во время своей кампании. Это то, что мы собираемся уменьшить наши арсеналы до уровня, который позволит, с одной стороны, сохранить мир, а с другой стороны, также будет представлять соответствующие реальности реалиям 21 века. Во-вторых, я повторил то же самое, что я сказал Владимиру Славинию. То есть, что я считаю, что договор Попро является устаревшим, и что на стыкло время посмотреть, можем ли мы вместе выйти за рамки договора Попро. Оставить его позади. То есть, у нас намного еще чего придется сделать между данным моментом и встречей в Крофорде. И, позвольте мне сказать так, в Вашингтоне и Крофорде, он знает, как я рассматриваю договор Попро. Вся Америка это знает, и весь мир хорошо это внимает. Это договор, который был подготовлен, когда наши страны ненавидели друг друга. Сейчас, наоборот, мы находим возможности сотрудничать, и к тому же этот договор не позволяет миролюбинным странам создавать оборонительные системы и бороться с террористами, которые могут получить баллистические ракеты или оружие массового поражения. И сейчас мы строим новый мир, новый климат, и мы будем работать вместе, и посмотрим, сможем ли мы найти точки соприкосновения в отношении договора Попро. У меня вопрос как к президенту Путину, так и к президенту Пуши. Обращайте на себя внимание, что между Вами лично сложилось, вернее, нараживается хорошее взаимопонимание по ключевым проблемам. Можете ли Вы сейчас увернуться и сказать, что и Ваши команды действуют, и будут действовать в таком же духе? Это очень интересный вопрос. Это человек, который понимает, как работают бюрократы. Но я могу заявить Вас, что госсекретарь понимает, как я это рассматриваю по вопросу. И он в тесном контакте со своим юзавид, для того, чтобы найти эти точки соприкосновения, которые мы ищем. И мы уже говорили, Владимир, мы об этом говорили, что мы послали нашего министра торговли, министра финансов в Россию, для того, чтобы поговорить о том, как мы могли бы сотрудничать, как можно было бы содействовать потоку капитала между Соединёнными Штатами и Россией. Так что ответ на Ваш вопрос, да, разумеется. Именно эти отношения, такое отношение будет проходить в Красной Ните через все наше правительство. Это хороший вопрос, потому что иногда намерения в Верховке, они не делегируются достаточно образом на более низкий уровень, не выполняются подчинённым, так что бюрократы пытаются всегда поставить какие-то приконы этому. И я думаю, что мы не должны позволить бюрократам подмешать вот этим более интересным отношениям 21 века. Мне кажется, что сотрудничество между Россией и США будет способствовать миру. И стабильность, кстати, в Европе тоже, и мы найдём пути сотрудничества. Ну, во-первых, я хочу подтвердить, во-первых, хочу подтвердить то, что Вы сказали по поводу качества наших отношений. Действительно, президент Буш, ну, ладно, сказал тёплых слов в мой адрес публично. Я ему за это очень благодарен, и я чувствую его отношения вне рамок официальных мероприятий. Надеюсь, что и он испытывает такое же чувство, когда общается со мной. Это, кстати говоря, не мешает нам отстаивать свою точку зрения, иметь свою точку зрения и отстаивать её. По самым серьёзным вопросам, защищая национальные интересы своих стран. Вот, в частности, по праву, видите, у нас до сих пор продолжаются дискуссии. Я согласен с очень многими позициями, которые излагает президент. И с ними трудно не согласиться в таком сложном вопросе, как противоракетная оборона, договор о противоракетной обороне. У нас есть общая платформа, на которой мы можем беседовать, рассуждать и предлагать решения. Но мне, например, трудно согласиться, что какие-то террористы захватят межконтинентальные баллистические ракеты и будут их использовать. То есть у нас есть предметные дискуссии, мы постоянно дискутируем друг с другом. Наши хорошие отношения не мешают этому процессу. В то же время, если говорить о командах, ну, конечно, бюрократическая угроза существует всегда. Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание, что если мы говорим о команде, то это группа единомышленников, которые мы подбираем сами. А если так называемая команда сделает что-то отличное от того, что мы признаем за верный путь развития наших отношений, то я думаю, что это не команда, а шайка. Мне бы не хотелось, чтобы нас окружали такие люди. Спасибо. Спасибо. Спасибо.